Ассаляму алейкум, ва рахматуллахи, ва баракяту. В эфире передача Мир Ислама. С вами Асадуллах Баиров. Дорогие телезрители, изучая любую точную науку, мы встречаем такие имена, как Аль-Бируни, Аль-Харизми, Аль-Фараби, Ибн-Сина, Улухбек и другие. И невольно возникает вопрос, каков вклад мусульманских ученых в развитие мировой цивилизации. Дорогие друзья, сегодня благодаря усилиям определенных кругов и порой самих мусульман, в сознании людей, в том числе и самих мусульман, образ Ислама ассоциируется с мрачным средневековьем, как форма общественного устройства, где царит мегабесие, невежество, неприятие научно-технического прогресса, религиозная нетерпимость и фанатизм. Этот стереотип основан либо на абсолютном незнании истории исламской цивилизации и истории Европы, либо на откровенной предвзятости. В первое же столетие появления Ислама, получение знаний и, соответственно, развитие науки и техники стало самым достойным делом среди мусульман. Результатом этого было становление величайшей исламской цивилизации в поразительно короткие сроки. Во времена, когда Европа находилась в темном средневековье, исламская культура переживала бурный подъем во всех областях науки – химии, физики, математики, географии, медицины, астрономии, историографии, фармакологии, лингвистики, философии и других. Дорогие друзья, мусульманский мир познакомил Западную Европу со многими сельскохозяйственными продуктами. В VIII веке мусульмане возделали в Испании рис, гранатовое дерево, финиковую пальму, вели шелководство, начали выращивать хлопок. Поливное земледелие нашло применение в Европе благодаря мусульманам, которые обучили европейцев техники подъема воды, орошения и осушения почвы. Мусульмане распространили в Европу систему оросительных каналов с общественным контролем за распределением воды. Уже в VIII веке в Самарканде и Бухаре работали бумажные мастерские. Лишь четыре века спустя в Европе, благодаря принесенной мусульманами в Испанию бумаги, заработали бумажные станки. Мастерские городов мусульманской Испании не знали себе равных в изготовлении шелковых, парчевых, шерстяных тканей, дорогих сортов кожи, с тиснением и позолотой, стеклянной и бронзовой посуды с рисунками и эмалью, прекрасной керамики, изделий из слоновой кости и оружия, доспехов и сабель с тончайшей резной отделкой эфиса и ножен. Благодаря мусульманам Андалузии в Европе появились первые проблески гончарного производства и изготовления фаянса. Дорогие друзья, в правлении аббасидов мусульманская наука получила особое развитие. При халифе Харунар-Рашиде, который правил в 786-808 годах, и его сыне Муни, научная деятельность переживала период подъема. Строились астрономические обсерватории, здания для научной и переводческой работы, библиотеки. Мусульмане достигают ярких успехов в математике, географии и химии. В последней особенно проявился Джабир бин Хайян, живший в 721-805 годах, названный позже основоположником химии. Именно он ввел основные понятия химии, такие как кристаллизация, растворение и перегонка. Смешивание красивших веществ, окрашивание, извлечение минералов и металлов, плавление – все эти технические средства на непревзойденном уровне использовались мусульманами в производственных целях. Астрономия также обогащалась важными открытиями, благодаря исследованиям мусульманских ученых. Мамунам-халифам была предпринята попытка замерить окружность Земли. При его дворе работал математик Аль-Харизми, живший в 787-850-х годах, который участвовал в этих измерениях. Именно благодаря его сочинениям в Европе распространилась цифровая символика с нулем. От арабского слова «сифр», означающая «ноль пустой». Произошло также от этого слова и латинское слово «цифра», первоначально означавшее также «ноль». Дорогие друзья, Аль-Харизми – автор научного трактата «Книга о восстановлении и употреблении», которая звучит как «Китаб аль-Джебр у аль-Мукаббаля», в которой были приведены правила решения уравнений, а также употреблен термин «аль-Джебр», откуда и произошло название «алгебра». Латинский термин «алгоритм» – это транслитерация имени Аль-Харизми. Сегодня алгоритм – одно из основных понятий математики и кибернетики. Дорогие друзья, в промежутке между VIII и XV веками в мусульманских странах появляются так называемые «зиджи» – справочники для астрономов и географов с описанием календарей, указанием хронологических и исторических дат, тригонометрическими и астрономическими таблицами. Европейцы ознакомились с астрономией, плоской и сферической тригонометрией именно из переводов «зиджи» – мусульманских ученых, например, как известного астронома Аль-Хазини и Аль-Баттани, который провел самые точные для того времени астрономические измерения, позволившие ему составить таблицы катангенсов. Дорогие друзья, наибольших успехов в сфере астрономии добился, пожалуй, ученый и государственный деятель, и просветитель Улухбек, живший в 1393-1449 годах. В 1428-1429 годах он построил в Самарканде самую значимую обсерваторию Средневековья, оснащенную первоклассным для того времени оборудованием, размеры и возможности которых потрясали воображение европейцев, чего стоил один только уникальный сорокаметровый мраморный секстант, установленный в области меридиана. В своем главном сочинении «Новые астрономические таблицы» Улухбек дал сведения о положении 1018 звезд, таблицы движения планет, которые отличались высокой точностью, а также изложил теоретические основы астрономии того времени. В XV веке Европа получает уникальные для себя сведения в области астрономии из трудов ученых Самаркандской школы, возглавляемой Улухбеком. В 1648 году в Оксфорде был опубликован каталог неподвижных звезд из Зиджа Улухбека в латинском переводе Джорджия Грефса. Особое значение для развития мировой минералогии имеет труд великого ученого Альберуни, жившего в 1973-1050 годах. Этот труд называется «Собрание сведений о познании драгоценных металлов», в котором подробно описаны более 50 минералов, руд, металлов и сплавов. Альберуни впервые установил плотность и удельный вес многих минералов и металлов. Лишь через 4 века в Европе немецкий ученый Георг Агрикола, живший в 1494-1555 годах, создал основы научной минералогии. Альберуни широко применял математический анализ, создал капитальные труды по математике, астрономии, ботанике, географии, общей геологии, определил длину окружности Земли и задолго до Коперника, который жил в 1543-х годах, высказал мнение о возможности движения Земли вокруг Солнца с той лишь разницей, что никто за это не запрещал его труды и не предавал его анофеме. Сочинение Николая Коперника об обращении небесных сфер было запрещено вплоть до 1828 года. Неслучайно известный историк Джордж Сартан назвал первую половину XI века эпохой Альберуни. Дорогие друзья, в Багдаде, столице Аббасидского государства, сложилась знаменитая школа переводчиков, в которой на арабский язык переводили греческие, сирийские и пехлевийские сочинения по всем областям знания. Дорогие друзья, на арабском языке получили новые рождения философские труды Аристотеля, Платона, трактаты Евклида, Архимеда и Птолемея, медицинские трактаты Гиппократа. Уже позже эти труды исключительно благодаря переводам с арабского на латынь с комментариями известных мусульманских мыслителей, таких как Авиценна, Ибн Сина и Аверроес, Ибн Рушд, увидит Западная Европа. Так, в Толедо, в Испании, на протяжении XII века существовала школа, созданная в 1130 году по инициативе архиепископа Кастилии Дона Раймунда, где переводили на латинский язык наиболее значимые труды по астрономии, медицине, физике, математике, ботанике и философии. Особое внимание привлекает одна из необычных, извечнейших фигур Средневековья, монаха Герберта из Аурилака, жившего в 940-м, в 1003-м годах. В 999 году он под именем Сильвестр II стал первым римским папой французского происхождения. Папа обучался различным наукам в мусульманской Испании, а для этого он изучил арабский язык, которым впоследствии владел в совершенстве. Проведя три года в Толедо, он под руководством мусульманских ученых изучал астрономию, географию, математику, химию и другие науки. Особого рассвета достигает в мусульманском мире медицина. Мусульманские хирурги использовали анестезирующие средства, когда в Европе об этом и не промышляли. Дорогие друзья, в области анатомии арабский ученый Ибн Аннафис в XIII веке впервые дал описание системы кровообращения. В 975 году персидский ученый Эбу Мансур Аль-Харави опубликовал трактат об основах фармакологии, в котором изложил лечебные свойства различных природных и химических веществ. В одном только Багдаде были созданы фармацевтические лаборатории, в которых создавались новые медикаменты и изучались незнакомые лекарственные растения. Насчитывалось около 60 аптек. В России первая аптека появится спустя 8 веков при царе Петре I. Дорогие друзья, мусульманский философ и врач Ибн Сина Авицен, живший в 1980-1937 годах, оставил после себя 156 трудов, охватывающих все области естественных наук, и стал непререкаемым авторитетом в медицине. По некоторым данным, им написано 456 сочинений на арабском и 23 на персидском языках. Наиболее замечательный труд Авицены, канун фиттыб, что означает канун врачебной науки, лег в основу программы медицинских факультетов Европы. В области оптики мусульманские ученые также оказали существенное влияние на науку. В XIII веке польский ученый Вителло пишет сочинение по оптике, которое, по сути, является лишь обработкой, компиляцией знаменитого труда «Альменазер», созданного руками мусульманского ученого Ибн Аль-Хайсама еще в X веке. Ссылки на мусульманских ученых и на работу Аль-Хайсама в обработке Вителло найдены в записных книжках ученого и художника Леонардо да Винчи, который называют Титаном Возрождения в Европе. Видимо, не зря Стэн Уткоп, основатель Всемирной Ассоциации Прогрессивного Просвещения, сказал, «Ислам был фактически родоначальником эпохи Возрождения в Европе». Дорогие друзья, с помощью арабских путешественников Европа впервые получила ценные и достоверные сведения о Китае, Индонезии и других странах Индокитая. Ибн Батута, автор работы «Путешествия», за 25 лет своих путешествий посетил все мусульманские страны в Европе, Азии и Византии, Северной и Восточной Африке, Индии, Цейлоне, Китае. И обошел берега Индийского океана, пересек Черное море и от южного берега Крыма проехал к низовьям Волги и устью Камы. Арабский путешественник Аль-Идриси, живший в 1165 годах, по Пиренейскому полуострову, Франции, Англии, Малой Азии, по поручению сицилийского короля Роджера II, составил карту мира и книгу Роджера, ценнейший источник по истории и географии Европы и Африки. Можно очень долго приводить подобные научные факты, опровергающие обывательское мнение о невежестве средневековья мусульманской цивилизации. Хотелось бы закончить эту тему словами историка Роберта Блифолта. Он говорит, «Если бы не арабы, современная европейская цивилизация никогда бы не приобрела тот характер, который позволил ей преодолеть все фазы эволюции, и хотя нет ни единой сферы человеческой деятельности, в которой бы не ощущалось решающее влияние исламской культуры, нигде оно не выражалось так ярко, как в естественных науках и научном духе. Этот дух был внесен в европейский мир мусульманами». Дорогие друзья, на этом время наша передача подошла к концу. До новых встреч в эфире. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.